Здравствуйте! В эфире Юнивер Ньюз. Программа о новостях Казанского Федерального Университета и студенческой жизни. С вами Александр Александров. Смотрите сегодня выпуски. Золотой фонд университета. 250 лучших студентов Казанского Федерального получили красные дипломы. Не сворачивай налево, в Казани меняется схема движения транспорта. Получите, распишитесь. Волонтеры КФУ проходят аккредитацию. Пора экзаменов и защита дипломов прошла. Вот и наступает финишная черта. Время, когда выпускники получают свои дипломы. Но еще приятнее, если они красные. В этот вторник в концертном зале Уникс 250 лучших студентов получили свои дипломы. О том, как это было, в сюжете Алины Хангареевой. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Стал для них родными. Преподаватели и, конечно же, сам университет. Казанский университет был моей мечтой, когда я была еще школьницей. И поэтому я была безумно рада сюда поступить, ходить по этим коридорам, слушать этих преподавателей, восхищаться. И, конечно, он дал мне путевку в жизнь, в профессию. Познакомилось множество прекрасных людей, с которыми, я надеюсь, мы еще будем поддерживать отношения и нашу дружбу. Все пять лет были очень интересными, очень насыщены яркими событиями. Конечно, были очень много сложностей, но мы все это преодолели. И сейчас, сегодня мы получим эти красные дипломы. Диплом. Для кого-то это просто корочка, но не для этих ребят. Они через многие годы доказали всем, что учеба – это смысл жизни. Быть лучшим – задача номер один. Цвет твоего диплома показывает, что ты пять лет не просто отсидел порой, а ты смог востребованно и понять ту информацию, которую тебе донесли на самом большом уровне. И ты, помимо всех той деятельности, которой занимался в университете, ты еще смог хорошо учиться. Наверное, самый приятный подарок выпускники преподнесли родителям, которые всю жизнь поддерживали все начинания, любили и всегда были рядом. Я, конечно же, очень горжусь своей дочерью. Она очень ответственна к этому шагу, отнеслась и достигла всех своих амбициозных целей, которые сама перед собой поставила. В этот день дипломы получили 250 студентов. Среди них и Габдула Галеев – самый солидный выпускник России. Совсем недавно ему исполнилось 86 лет. Хорошо выглядят, как наши выпускники. Я же дегитарка выказана в голову. Нашел пример, это пяга. Рейсбергер от попал в шерсть. Конечно же, фотография на память. Почему вы решили поступить в Казанском учреждении? Это была мечта моя. Мечта моя. Все-таки я писатель, член писателей. А я член писателей Татарстана. Союза писателей Татарстана. Человек, раз уж писатель, так ведь он должен иметь высшее образование. Вот так. В университетские годы – это не только учеба, но и пора ярких, авантюрных, на всю жизнь запоминающихся моментов. У каждого они навсегда останутся в памяти. Буквально сегодня я чуть не опоздала на церемонию вручения своего диплома. Но все-таки я пробежала, просилась с работы, бежала по городу и все-таки я успела. На самом деле, мне запомнились не сама учеба, а запомнилась именно студенческая жизнь. То есть, тут весны, дни первокуртника, вечеринки. Мне вспоминается сразу, как мы после первого курса, еще совсем молоденькие, юные. Мы ездили в Елабугу. У нас была практика музейно-крывеческая. У нас ломался автобус. Мы всю ночь ждали, пока починят этот автобус. Но это нас не то чтобы не огорчило. Мы смогли сплотиться еще больше нашей группой. В этот вечер напутственные слова звучали из уст наставников, друзей и преподавателей. Ректор университета Ильшат Гафуров выразил глубокие слова благодарности выпускникам за то, что в течение многих лет своим старанием они повышали рейтинг университета, были его лицом. Сегодня здесь, в этом зале присутствует золотой фонд нашего университета. Здесь не только отличники учебы, но и те люди, которые все годы обучения в стенах Казанского федерального университета имели хорошую, активную жизненную позицию и работали на славу нашего университета. Прежде всего, я хочу вам пожелать, чтобы вы самореализовались, чтобы тот багаж знаний, который вы получили в стенах университета, и те компетенции вы смогли применить по жизни. Дай Бог вам здоровья, успехов и удачи в вашем жизненном пути. Спасибо! С праздником вас! Алина Хангареев, Элинард Вольтьяров, Руслан Несупов, Юнивер Ньюс. Показаний стало проще ездить. Чтобы хоть немного разгрузить дороги столицы, ГИБДД вела очередные изменения в организации движения. На ряде крупных развязок уже отменены повороты налево. По информации отдела пропаганды госавтоинспекции, с 17 июня отменен левый поворот на перекрестке улиц Мамадышский тракт, Большая Красная, Трудовая. А уже с пятницы отменяются левые повороты на правой и лево Булачной. Данный запрет не распространяется на пассажирский транспорт, отмечают в организации. Сейчас тысячи выпускников готовятся к поступлению в образовательное учреждение. В Казанский федеральный университет подача документов начнется уже в пятницу. Накануне в редакции интернет-телеканала «Универс смотри» побывали ответственный секретарь приемной комиссии Сергей Ионенко, проректор по научной деятельности Данис Нургалеев и директор Института фундаментальной медицины и биологии Андрей Киясов. Гости студии в прямом эфире отвечали на вопрос абитуриентов и рассказали, чем на этот раз нас порадует родной Альма-Матер. Подробности в репортаже Зарина Тоскаевой. Шесть камер, сверхсовременное оборудование, слаженная работа технического персонала и всей команды «Универс смотри» обеспечили прямую линию с абитуриентами со всего Татарстана. Звонки принимались по телефону и скайпу. Также свои смс-сообщения оставляли в ВКонтакте, Твиттере, Фейсбуке и Одноклассниках. Старались не пропустить ни одного вопроса. У нас есть вопрос. Первый по скайпу. Мне подсказывает, там поступил вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Добрый день. У меня такой вопрос. На одних и тех же направлениях Казанского федерального университета стоимость обучения в набежных челнах в Казани разная. Не могли бы вы сказать, с чем это связано? Спасибо. Связано это прежде всего с тем, что, во-первых, разный конкурс-ситуация. И вы все прекрасно знаете, что в главных вузах, в том числе в МГУ, например, цены одни, а в соответствии с филиалами МГУ цены другие. Это любая ценовая политика. Это еще вот платежеспособность населения, которое живет в городе. Да, конечно. Среди других волнующих тем стоимость и форма обучения, количество бюджетных мест и нововведение в университете. В этом году планируется принять более 10 тысяч студентов. Процедура поступления значительно облегчена. Об этом нам рассказал ответственный секретарь приемной комиссии Сергей Яненко. Мы расширяем информационные возможности сайта приемной комиссии. Постоянно расширяем эти возможности. Даем актуальную информацию по текущему конкурсу, подаче заявлений, по различным услугам, которые предоставляет университет. Информация о дополнительных стипендиях, которые будут получать наши первокурсники, высокобальники, в том числе призеры всероссийских олимпиад. И кто им там, я еще раз хочу сказать, вот только что мы открыли горячую линию 221 и 4 тройки. Значит, пожалуйста, можно звонить по горячей линии в рабочее время, и каждый получит исчерпывающий ответ. Несмотря на то, что полному выпуску программы помешали технические неполадки, полную версию передачи вы сможете посмотреть на нашем портале. А следующая прямая связь состоится уже 28 июня. Без отрыва от практики. На базе студенческого телевидения «Универсмотре» откроется кафедра телевидения и телевизионного производства. Организационные моменты в деятельности нового подразделения Института массовых коммуникаций и социальных наук сейчас обсуждается. А информация о создании кафедры была озвучена на минувшем ректорате. Также по веске дня стоял вопрос в подготовке к приемной кампании 2013. Чем КФУ удивит абитуриентов в этом году? Смотрите в нашем следующем сюжете. Приемная кампания стартует уже 20 июня. В Казанском федеральном к ней подготовились основательно. Обновлена и размещена вся информация на сайте приемной комиссии. Если же у абитуриентов возникнут вопросы, то ответить на них в любой момент готовый оператор единого колл-центра. Изменения ожидают из системы электронной подачи документов. Мы подключаем их к ФИС, к федеральной информационной системе. И так, как они требуют, мы также меняем информационную систему инферент, чтобы оперативно сливать информацию в Москву в режиме 24 часа в сутки. С тем, чтобы ФИС получал информацию системно от нас, но уже перепроверенную, чтобы мы не могли потом снова возвращаться и переделать сведения, менять сведения. Еще одним важным вопросом в повестке дня стало размещение иногородних волонтеров. Только от КФО в организацию универсиада будет участвовать более тысячи студентов из других городов. Всех их было принято разместить в общежитиях университета. Одно дело казанские дети, они живут в квартирах со своими родителями. Другое дело, приезжие и ногородные, которые будут здесь жить, то значит у них должны быть чуть другие условия. Нельзя выравнивать цех. Не от 5 миллионов, не от 8 миллионов. Существенные изменения коснутся ряда институтов КФО. Так уже в новом учебном году в инженерном институте заработает кафедра управления качества в социальной сфере, а в институте педагогики и психологии начнут готовить клинических психологов. Александр Александров, Ленардо Вольтияров, Алексей Игнатьюк, Юнивер Ньюс. Детали слияния институтов истории и выстоковедения международных отношений обсудили на встрече ректора КФО с профессорским преподавательским составом. Ишат Гафуров, отвечая на многочисленные вопросы, неоднократно подчеркивал, все изменения внутри нового института будут проводиться ученым советом самого института, а не кем-то со стороны. Подробности разговора в нашем репортаже. Ишат Гафуров ответил на многочисленные вопросы. Ректор не разделил переживания коллектива по поводу исчезновения казанской школы востоковедения, не подчеркнул, что крупнение сыграет лишь на руку, создав мощное структурное подразделение, способное выйти на мировой уровень и дать глубокое и многогранное образование своим студентам. Когда ваш диплом института международных отношений, либо как вы его назовете, будет признан в мире, я скажу, что все мы свои обязательства перед нашими выпускниками и студентами решили. Однако заверение ректора, что ни одно структурное подразделение в процессе слияния не пострадает, устроили не всех, не избавив от мысли, что отдельно друг от друга институтам будет комфортнее. В большом факультете, ну сложнее, что называется, больше будет бюрократизированность, это главный риск. И будет разминана сама структура востоковедения и международных отношений. Собственно, вот эти опасения, которые у нас были, мы ими поделились с ректором. Студенты стараются видеть во всем светлую сторону, тем более, что, как они узнали от ректора, количество именных стипендий и грантов не уменьшится после объединения, а будет только увеличиваться. Единственное, за что переживают ребята, это возможные изменения профессорского преподавательского состава внутри кафедр. Однако, как отметил ректор, вместо того, чтобы сокращать преподавателей, которых сейчас по нормативу больше, чем полагается, решено расширить спектр образовательных услуг. А это значит, станет больше и студентов. Отвечая на многочисленные вопросы, ректор неоднократно подчеркнул, что все изменения внутри нового института будут проводиться ученым советом самого института, а не кем-то со стороны. Явно, может быть и не сразу, но со временем получим определенную выгоду от этого объединения. Но, с другой стороны, можно было бы сделать это более размеренно и не так быстро. Вопрос влияния обсуждался еще на прошлой неделе на заседании ректората. Тогда практически все директора других институтов высказались за объединение двух институтов в один более мощный образовательный научный центр. Такой шаг вписывается в стратегическую оптимизацию всего университета, исключая дублирование кафедр и внутреннюю конкуренцию. Этот вопрос возник на ректорателе, когда сказали, зачем вы создали все против выступления. Вы посмотрите, все директоральные институты, деканы выступили против создания параллельной структуры. Важен конечный результат – набор специальностей. После реорганизации он не ограничится лишь востоковедением и странами Азии, как это происходит сейчас. Историю будут преподавать не только в рамках одной взятой страны. Озвучили на встрече одно из вероятных названий – высшая школа международных отношений. Каждым годом борьба между вузами за студента становится все острее. В данном контексте реорганизация уже обновленного института позволит в кратчайшие сроки вывести его на качественно новый уровень. Этим и предиктованы действия руководства КФУ. Евгения Шевченко, Руслан Юсупов, Универньюз. Несмотря на летний период, университет продолжает активную международную деятельность. Какие гости посетили КФУ? Подробности в сюжете Марты Луканиной. Лето – жаркая пора для отпусков. Кто-то едет на Лазурные берега, а кто-то напротив стремится попасть в Россию, а именно в Казань, чтобы своими глазами увидеть место, где встречаются восток и запад. Именно это и сделал гость из Швейцарии научный сотрудник Лазанской библиотеки Андре Континотти. Накануне он познакомился с нашей библиотекой имени Лобачевского. Интересно просто, потому что работает чуть-чуть иначе. У нас библиотеки независимы от университета, а здесь более тесные связи с университетом. Это уже интересно. А потом у нас на самом деле фонд рукописей достаточно, не знаю как, не важен сравнить с тем, что здесь. Так что было интересно просто. Познакомиться с Казани и заключить партнерское сотрудничество с нашим университетом приехали гости из Германии в лице заместителя директора Европейского центра университета Регенсбурга Лизы Унгер-Фишер и координатора программы «Секондес» Роксаны Дюр. Сегодня гостей познакомили с Музеем истории Казанского федерального университета. Меня очень впечатлила история вашего университета. Наш университет был образован в 1960-х годах, поэтому у нас нет таких грандиозных кампусов. У нас в УЗЕ есть важные личности, но не такие, как знаменитый Лев Толстой. Я изучила литературу и языки. Татарская история особо интересовала меня. Теперь я могу увидеть все в оригинале. Марта Луканина, Ленардо Влетьяров, Руслан Юсупов, Юнивер Ньюс. К бою готовы. Волонтеры КФУ проходят четырехдневное обучение. Приятным моментом для них стало получение экипировки. По душе ли помощника университета новая форма узнавала Алена Липина. Весь торжественный путь волонтера аккредитации от момента входа в центр до долгожданного получения формы занимает не больше 20 минут. Сервисный центр работает настолько слаженно, что получить все необходимое для работы не составляет труда. К конечному пункту аккредитации ребята следуют по красной дорожке, пройдя через пять основных зон. Вначале ребята приходят в зону приветствия, там их находят в базе и они получают ID, номер в базе. Далее ребята проходят в зону подписания договоров. Здесь они подписывают свои договора, их ознакомляют с графиком работы и они получают свой аккредитационный бейдж. Следующая зона – это зона банковской карты. Здесь ребята получают пароль от банковской карты, которая в принципе после университета и сейчас даже действует как транспортное приложение. Здесь записано как обычная банковская карта действует. И здесь есть система PlayPass, то есть до тысячи рублей можно просто одним касанием оплачивать, не вводя пин-код и не предъявляя никаких документов. Самый долгожданный и яркий шаг аккредитации – получение экипировки – особенный момент. Центр аккредитации оснащен специальными устройствами и ребята с легкостью при помощи бейджа получают набор фирменной одежды нужного размера и вида. Набор включает в себя несколько комплектов формы. В него входит красная футболка, ей на замену пола, ветровка на случай прохладной дождливой погоды, короткие шорты, удобные для носки в жаркие дни универсиады, брюки, поясная сумка, двое пар носков, комфортные кроссовки и кепка с символикой универсиады. Я очень рада, что сегодня получила эту форму. Здесь все такие радостные. Мы все давно ждали, волонтеры, что нам выдадут вот эту красивую форму. Эту форму я буду носить, наверное, не только на играх, а и после волонтерских игр, потому что она симпатичная и в ней можно походить по городу. Кстати, смотря какую роль ты выполняешь на играх, такого цвета и получаешь форму. Например, экипировка волонтеров красная. Этот яркий цвет будет выгодно и броско смотреться на фоне универсиады. Зеленая форма – цвет работников безопасности, желтый – персонала, а синяя – судей и рефери. Самое главное, что вся форма изготовлена только из экологически чистых и материалов высокого качества. Вся одежда сделана в молодежном фирменном стиле универсиады и содержит логотипы волонтеров «Казань-2013» с тюльпаном, барсиком «Юни», ладошкой волонтера и эмплемой компании «Форвард». Кроме того, важно, что экипировка остается волонтером на память об участии в играх. Продолжим студенты КФУ одеваться в форме универсиады вплоть до 22 июня. До начала игры волонтеры не станут одевать свою экипировку, сохраняя самые интересные за занавеси интриги летних игр 2013. Алена Липина, Ленардо Влитяр, Универньюз. И это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и будьте в курсе самых последних событий. Всего доброго!